Традиционно в преддверии Дня Защитника Отечества в спортивной школе Полевского проходит открытое первенство по волейболу среди девушек. В этот раз количество команд получилось несколько меньше, чем рассчитывали организаторы, поскольку параллельно в Нижнем Тагиле проводилось первенство Уральского федерального округа по волейболу, и многие команды выбрали для себя участие в соревнованиях именно окружного уровня. Но тем не менее, кворум получился внушительный и по количественному, и по качественному составу команд. Помимо двух полевских коллективов, представлявших спортивную школу, в соревнованиях принимали участие две Екатеринбургские Уралочки, а также команды из Ивделя и Первого Уральска. В стартовом матче соревнований первая команда с Дюшор Уралочки переиграла вторую сборную спортивной школы. Турнир, как всегда, у нас замечательный, ежегодный, все нравится, выиграли. Ну, команда была младше на год, посмотрели, вспомнили, что это такое поиграть, поэтому будем бороться. Главная цель открытого первенства ПГО по волейболу – это подготовка к первенству Свердловской области, которая пройдет с 28 февраля по 3 марта во Дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Ну, и как бы наша задача сейчас наиграться, что-то отработать, что-то вспомнить, ну, чтобы вот в Полевском на области все-таки достойно выступить. Результат, конечно, он всегда важен, но и поиграть, и посмотреть тех девчонок, которые стоят на замене, почаще выпускать, потому что первенство области другой уровень, поэтому там нужно бороться за каждый мяч, здесь есть возможность выпустить тех, кто не всегда играет. Турнир – это праздник, а первенство области – это первенство области, тем более сейчас у нас все поделено на лиги, очень сложно играть, 12 сильнейших команд, займешь последние места, улетаешь во вторую лигу, из второй лиги поднимаются в первую, сейчас более так сложно стало играть в волейбол, потому что команд очень много играет на области, все любят, видимо, эту игру, вот. Вот, конечно, вот у меня приоритет отдается области, но, естественно, победа-победа, она никогда не исключается. Фавориты турнира записывали первые команды Полевского и Екатеринбурга, остальным коллективом оставался удел бороться лишь за бронзовые медали. Но, несмотря на это, все команды выкладывались по полной, никого нельзя было обвинить в игре спустя рукава или в недостаточной самоотдаче на площадке. Просто кто-то чуть-чуть мастеровитей или опытней, да и столь юный возраст участниц тоже нельзя сбрасывать со счетов, как один из факторов нестабильной игры. Тренер по волейболу спортивной школы Ирина Комарова всегда очень эмоционально во время матчей своих подопечных. Вне зависимости, ведет команда в счете или уступает. Расслабляться своим девчонкам Ирина Анатольевна не дает ни на секунду. В итоге, после трех дней волейбольных баталий, первая команда спортивной школы обыграла всех соперниц с сухим счетом 3-0 и уверенно заняла первое место на турнире. Второй стала первая команда с дюшер «Уралочки». Бронза в активе второй сборной спортивной школы.